Жители дома номер 19 по улице Белла Куна вот уже несколько дней не могут поверить своим глазам. Дорога, которая не знала починки десятки лет, наконец отремонтирована. Теперь пожилые люди и родители с детьми могут гулять, не боясь оступиться на неровном асфальте. Остальные тоже довольны неожиданными изменениями. Очень здорово. Просто процесс шел так интересно. Я думал, доведут ли дело до конца. И вот мне было понравилось, что довели. И вот чудесно. Просто здесь такие были, как будто танки ездили, я не знаю. Надежда была, но она была такая смутная. И слава богу, что вот такие перемены это радует. Есть, конечно, недочеты. Но люди всегда чем-то довольны. Но на самом деле дело большое. Неожиданно было и очень приятно. Потому что до этого дорога была разбита просто хлам. Дорога прекрасная, но ее изначально не мешало бы расширять. Вы видите, вот где машины стоят. Две машины не разъезжаются. Хотелось бы, конечно, чтобы она была чуть-чуть шире. А так очень прекрасно. Спасибо. Делают, стараются. У вас сделали? Да, там между домами сделали уже. Стараются, делают. Очень хорошо наконец-то задумались. И на лед ходили, и на лед ходили. Сколько лет? 30 лет живем. Первый раз ремонт тротуара. Однако даже на этой улице не все так благополучно. Стоит свернуть за угол, и картина резко меняется. Износившийся асфальт, глубокие ямы и разбитые бордюры. Проехать по таким участкам под силу только внедорожнику. Для простых пешеходов такой извилистый путь может стать настоящим испытанием. Там ноги поломать можно и на дороге, и на тротуаре. Вот обойдите тот же дом, вот только с другой стороны, с обратной. Она давно в таком состоянии. Вот здесь сделали, и все, и почему-то все закончили. Зувал полнейший. Во дворах все разбито, все побито. И никто не хочет этим заниматься. Одни ямы и ухабы. Идешь вечером, так ноги можно поломать. Каждый день ездим, как лабиринты какие-то. Фигурное катание у нас, а не дороги. А если вода пошла, люди вообще не могут перейти. Я сколько здесь работаю 15 лет, и 15 лет такая история. Какие дороги? Они плохие здесь. Вы видите, все внутриквартальные проезды, все никуда не годятся. Тем более, посмотрите на тротуары. Какие тротуары. По дороге там машины ездят, а здесь люди ходят. Через несколько домов снова смена декораций. Подъезд к дому огражден, гудит дорожная техника. Рабочие ровняют свежий асфальт. По только что утрамбованному тротуару, аккуратно, стараясь не мешать, вступают ликующие люди. Почему одним повезло больше, чем другим, не знают ни местные жители, ни сами дорожники. А вот власти города призывают граждан невозмущенно сидеть сложа руки, а идти в органы местного управления. Замглавы городминистрации по ЖКХ рассказал, по какому принципу выбирают дороги для ремонта и объяснил, как обратить внимание на конкретный участок. Заявки по ремонту внутриквартальных проездов давали депутаты. Формировали списки, депутатский корпус, то есть где нужнее, определили они, поскольку они на своих округах больше понимают, где это необходимо. Со своими депутатами работать, отрабатывать, чтобы в следующем году, когда будут выполнять эти работы по ремонту внутриквартальных проездов, чтобы они их получили туда. За подробностями мы обратились непосредственно в городской совет Симферополя. Продолжение смотрите завтра. В профильном ведомстве проинструктируют, что делать, чтобы возле вашего дома отремонтировали дорогу. Тарас Брезицкий, Анастасия Сухарева, Александр Рыбин. Служба новостей и ТВ.